Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белоусова Татьяна Геннадьевна, я учитель химии. С сегодняшнего урока мы переходим к изучению классов неорганических веществ. И первым таким классом мы рассматриваем оксиды. Что такое оксиды? Оксиды это сложные вещества, которые состоят из двух элементов, один из которых, и обязательно он стоит на втором месте, это кислород. Таким образом, общая формула оксидов выглядит так. Элемент Х, О, У. Значит, оксиды это соединения, которые очень часто присутствуют в нашей жизни. Один из таких оксидов мы выдыхаем при дыхании, это углекислый газ или формула такого оксида СО2. Итак, значит, оксидами будут, например, СО2, допустим, кальцио и так далее. Это все оксиды. Еще раз, несложно заметить, в этих веществах всегда обязательно два элемента, поэтому оксиды иногда называют словом бинарные соединения. И последним обязательно будет находиться кислород. Теперь сразу уточним, как даются названия оксидам, какая существует номенклатура. Итак, первым разберем для СО2. Название оксидов можно дать либо по старой номенклатуре, тогда название звучит так. Оксид углерода. И в скобках мы указываем, поскольку углеродовалентость переменная, какая она в этом случае. Так как валентость кислорода всегда 2, значит, соответственно, для углерода в этом случае валентость 4. Значит, это соединение называется оксид углерода 4. Это его старое название. Теперь, как же он будет называться по международной номенклатуре? Тогда мы учитываем, что у кислорода индекс 2 и добавляем это через префикс ди. И тогда он будет называться диоксид углерода. Диоксид углерода. Но у этого вещества есть историческое название, которое мы используем, пожалуй, более часто. Это же вещество называется углекислый газ. Углекислый газ. Значит, если валентость элементов не меняется, то тогда в скобках ее записывать не нужно. Тогда, например, алюминий 2О3, это тоже оксид. И он будет называться оксид алюминия. И в скобках ничего приводить здесь валентость не надо, поскольку алюминия она является постоянной. Тогда международное название будет звучать так. Триоксид. Тем самым мы подчеркиваем, что индекс у кислорода 3, а алюминия 2Ди-алюминия. Так называется это вещество. А оксид алюминия встречается в природе. Он может быть в составе благородных минералов, таких как сапфир, рубин. Но он там содержится с примесями. В чистом виде он называется корунд. А в составе глины, из которой обычно алюминий добывают, он называется боксид. Вообще, у некоторых из оксидов существуют тривиальные названия, которые мы используем. Итак, перейдем к классификации. Номенклатура нами разобрана. Теперь, какие бывают оксиды? Оксиды можно разделить в первую очередь, например, по агрегатному состоянию. Оксиды бывают твердые. Твердыми являются оксиды металлов, например, кальцио, магнио. Оксиды неметаллов. Пожалуй, самый известный из них силициумо-2. Это вещество называется песок. Или, допустим, П2О5. Оксиды бывают жидкими. Ну, вот жидких оксидов как раз-таки не очень много. К примеру, СО3, оксид серы-6, или серный газ он называется. А также, допустим, Н2О3, оксид азотовалентности-3. И оксиды бывают газы. Например, газообразным является уже упоминавшийся нами углекислый газ. А также сернистый газ, СО2 называется сернистый газ, тривиальное название. Или, например, Н2О. А этот газ называется веселящий газ в силу того, что он обладает таким определенным воздействием на организм. Итак, это классификация оксидов по агрегатному состоянию. Она, безусловно, важна, но все-таки самая главная классификация оксидов нами разбирается сейчас. Сейчас оксиды мы можем определить по характеру, их химическому характеру, который они проявляют. Существуют оксиды, которые называют не солеобразующие. Само название говорит о том, чего они не могут образовать. То есть они не образуют ни в каких реакциях соли. К таким оксидам относятся СО, но чуть позже мы выясним, что у СО есть, иногда он может проявлять свойства кислотного оксида. Но в целом это оксид, который больше солей особо не образует. Дальше. Монооксид азота, НО, а также Н2О, веселящий газ. СО, угарный газ, это его старое название. НО не имеет другого названия, он так и будет называться оксид азота-2 или монооксид азота. Н2О это оксид азотовалентности 1 или оксид диазота. Вы знаете, за ним еще сложилась такая старая номенклатурная, устаревшая номенклатура, закись азота. Возможно, такое название вы слышали. А также есть солеобразующие оксиды, которые являются большинством оксидов. К примеру, все тот же СО2 это солеобразующий оксид. Алюминий 2О3 так же, как и кальцио. Алюминий 2О3 это оксид твердый, мы о нем сказали. Кальцио это также оксид твердый. Его историческое старое название – негашенная известь. Теперь, внутри себя солеобразующие оксиды мы можем разделить на три группы. Оксиды бывают солеобразующие основные, оксиды бывают амфотерные и оксиды бывают кислотные. Смотрите, подобранные термины выбраны не случайно. Основными оксиды явно проводится ассоциация со словом основание. Кислотные точно так же со словом кислота. А вот амфотерные само слово означает и тот, и другой. То есть это оксиды двойственного характера. Двойственные, как хамелеоны, которые в зависимости от ситуации могут быть или основными, или кислотными. Итак, приведем примеры основных оксидов. Получимся определять, каким образом будет узнаваться нами, какой это оксид. Итак, основным оксидом будет кальцио. Порассуждаем, что есть кальций. Кальций это металл. Какая его валентность здесь? Валентность равна 2. Дальше. Купрум 2О. Это тоже основной оксид. Что есть медь? Медь это металл. Какая валентность меди здесь? 1. Дальше, например, феррумо. Это тоже основной оксид. Какая валентность здесь железа? 2. Он основной. Значит, и этот оксид, оксид железа 2. Или, например, калий 2О. Это тоже основной оксид. Калий это металл и валентность калий 1. Отсюда вытекает очень простое правило узнавания основных оксидов. Это всегда оксиды металлов. Значит, с валентностью, говорят. С валентностью не более 2. Основными их называют из-за того, что им соответствуют основания. То есть, например, если мы возьмем кальций О, это основной оксид, и ему соответствует основание кальций ОН дважды. Но вы знаете, за вот этой фразой соответствует скрывается на самом деле вот какая еще дополнительная информация. Это непростое слово. Вот смотрите, если у кальция в основном оксиде валентность 2, то в его основании это должно быть тоже 2. Ну, допустим, для кальция это не актуально, потому что у кальция другой валентности нет. А вот для меди это очень важно, потому что у меди переменная валентность. Тогда основному оксиду Купрум-2О с валентностью меди 1 будет соответствовать основанию Купрум-ОН, где валентность меди тоже равна 1. И вы знаете, есть задания, вот, например, в контрольных работах, в тестовых заданиях, когда могут сказать, например, выбейте, какое основание соответствует данному основному оксиду. Или, например, дано основание и просят найти, какой оксид ему соответствует. Поэтому как это делать, я надеюсь, понятно. Теперь давайте амфатерные пока пропустим, перейдем к кислотным оксидам. Кислотным будет СО2. Определим. Итак, у углерода здесь валентность 4. Углерод это не металл. Кислотным будет СО3. И у серы здесь валентность 6. Сера это не металл. Но хочу сказать, что, например, среди таких оксидов есть оксиды металлов. Вот, например, марганец это переходной металл. Металл D-элемент. И у него валентность в этом случае, через правило креста определяем, равна 7. Или, например, хромо-3. Где у хрома хром это металл, валентность в этом случае равна 6. Тогда подведем итог. Что называется кислотным оксидом? Это оксиды. И вот посмотрите, поскольку здесь могут быть и металлы, и не металлы. Давайте мы скажем просто. Оксиды элементов. Говорят, с валентностью. С валентностью больше условно 3. И тогда кислотными оксидами мы будем называть оксиды, где такую валентность больше 3 мы будем наблюдать. Почему их называют кислотными? Потому что каждому из таких оксидов соответствует кислота. Ну, к примеру, для СО2 соответствующей кислотой будет H2SO3. Но, вы знаете, не так легко здесь определить, какая кислота соответствует. Как, например, это мы делали по основанию. Потому что здесь формула основания можно составить по валентности. Помни о том, что у группы OH валентность 1 через правило Креста. Но, как же здесь найти, какая кислота соответствует? Поэтому я бы хотела вам показать такой небольшой секрет. Есть такое правило графическое определение, какая кислота будет соответствовать. Я прибавлю вот так столбиком воду. Причем, смотрите, я водород вынесла чуть вперед. Кислород записала под кислородом. И тогда получается H2SO3. И смотрите, мы нашли кислоту таким вот путем. Тогда мы можем сделать это, в принципе, для любого оксида. Ну, к примеру, если наш оксид СО3. Прибавляем к нему воду. И легко находим, что кислота будет H2SO4. И так можно сделать для любого кислотного оксида. В том числе для оксидов, которые вам не знакомы. Я вас уверяю, вы можете вывести формулу любой кислоты. Возможно, вы даже кислоту такую первый раз увидите на бумаге. Но, тем не менее, такие кислоты существуют. Их можно вывести вот очень простым графическим правилом. Так, это были кислотные оксиды. И теперь остались амфотерные. Среди амфотерных оксидов особую категорию составляют оксиды, которые я вас попрошу запомнить. Это цинк О и берилли О. Почему запомнить? Потому что цинк и берилли ванны, скорее всего, будут интерпретированы как металлы. Это не будет ошибкой. Но получается здесь у цинка 2. И у бериллия тоже 2. И если бы я не привела их сейчас как амфотерные и назвала бы этот оксид, вы бы мне сказали, да, наверное, это все-таки основной оксид. Но это оксиды исключения. Чаще всего амфотерными оксидами являются оксиды наподобие алюминий 2О3, где у алюминия металла валентность 3. А также, например, феррум 2О3, где у железа через правила креста мы тоже можем найти валентность 3. Но на самом деле амфотерные оксиды – это такая размытая немножко граница. Это всего лишь правило, все-таки не закон. Поэтому, знаете, есть еще амфотерные оксиды, где валентность, например, бывает даже и 4. Например, марганец О2, который является тоже амфотерным. Но с такими оксидами вы пока не будете так часто работать, и поэтому мы уточним. Это оксиды металлов с валентностью, с валентностью, как правило, равная 3. Хотя я еще раз повторюсь, амфотерные оксиды – это граница такая очень размытая. Как вы можете видеть, здесь есть и двухвалентные оксиды, которые исключение получается из основных оксидов. Есть трехвалентные, но эти однозначно будут амфотерные. Но, знаете, бывают иногда и четырехвалентные оксиды, например, марганец О2, он является тоже амфотерным. Почему их называют амфотерные? Потому что им соответствуют и основные основания, и кислоты. Поэтому они двойственные. Например, цинк О будет соответствовать основанию цинк ОН дважды, где у цинка валентность 2, у группы ОН по правилу креста. И мы будем рассматривать это как основание. А с другой стороны, если мы вот так же опять столбиком сложим, мы получим кислоту H2O2. И это будет у нас кислота. Причем удивительно, но эта формула одна и та же, только записанная как основание и как кислота, но называются они тем не менее по-разному. Это гидроксид цинка, а это цинковая кислота. И вот эта двойственность, которую они обладают, является таким, в общем, довольно трудным параметром, особенно в химическом плане. То есть важно увидеть, в каком случае, каким будет такой оксид. Итак, сегодня мы с вами разобрались с тем, что такое оксиды, как их называют, какими они бывают по классификации, классификации по агрегатному состоянию, но самая главная классификация – это именно по химическому характеру. Они бывают основные, амфотерные, кислотные. И мы с вами вывели правило обнаружения каждого из видов оксидов. На следующем уроке мы с вами поговорим о том, как оксиды получают и с чем они, соответственно, могут вступать в химические взаимодействия. Не пропустите наши следующие уроки. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok